Десятки звонков ежедневно поступают на телефон горячей линии. Экологи принимают информацию о несанкционированных свалках. Список захламленных участков пополнился сегодня в прямом эфире радио ГТРК Татарстан. По указанию слушателей унылый городской пейзаж оценила и Дарья Бакунина. Во дворе многоэтажки на улице Краснококшайская. Настоящая мусорная ассорти, строительные отходы, игрушки, бутылки, контейнеры разбиты. Мусор уверенно захватывает все большие площади. А это уже улица большая, тоже груда бытовых отходов. На деревьях гирлянда из пакетов, на снегу мусорные замки из старых коробок и ярких полиэтиленовых этикеток. Венчает все это старая мебель. Невоспитанный народ, культуры нет никакой. То, что взял, пошел, в принципе и урмало. Мы все виноваты. И мы, и вы, и все другие. Почему? Бросать не надо. Есть такие машины, которые вывозят мусор, снег, вот это все. Поэтому как-то можно, мне кажется, и ночью работать, даже лучше, мне кажется, ночью вывозить, пока машин мало. Но я считаю, что к этому подход как-то несерьезный. Проблема актуальна не только для казанцев. Сегодня в прямом эфире радио ГТР Кататарстана раздавали звонки со всей республики, жаловались и даже просили вернуть на прилавки стеклянную тару, чтобы пластика на улице было меньше. Экологи в ближайшее время планируют снова установить на улицах сортировочные урны. Опыт был, но не совсем удачный. Человек, когда относит в свои квартиры, выносит тот мусор, который у него накапливается в течение недели или трех дней, он должен сложить уже именно в те контейнера, где нужно. Допустим, бытовые отходы здесь, органику, стекло здесь, деревянные отходы здесь, тогда, конечно, будет порядок. В прошлом году ликвидировали более 160 проблемных точек. В 2012-м на учете уже 100. Без помощи горожан экологам не справятся. Сознательность будут стимулировать с помощью видеороликов. Крутить их будут в метро и в автобусах. Этот вопрос к комитетам, руководителями комитета транспорта и связи. Намереваюсь обговорить, обговорить, да. Я думаю, что это тоже будет. Сейчас в Татарстане проходит санитарный двухмесячник. Чуть встает снег, и работы у экологов станет больше. В республике открыта горячая линия. Можно сообщить о мусоре во дворе или других недоработках коммунальщиков. Нарушителей ждут штрафы. Дарья Бакуина, Арат Мухамедзианов, Вести, Татарстан.